Так, подальше сделаем. Мы уже знаем про пожар. Вот, в частности, то, что мы сегодня будем учить, я просто перевалю буквально недавно. Если кто-то так хочет, он может, например, получить такую версию всей главы. Но для этого можно будет записать свой адрес на чем-нибудь. Ну, электронный, понятно. Вот. Я вот тогда пришлю. Так, значит, отношение к Талмуду к празднику. Оно, как обычно, для Талмуда замысловатое и неоднородное. Праздник у нас как? У нас есть три, значит, праздника, то, что называется, Рогалит и паломнических праздников. Песох, Швот, Сумфот. Так вот, Швот решили не выделять. Он маленький праздник слишком. И мы решили не выделять отдельного тракта, но вовсе. Я поставил вопрос. Куда? На Масинджи. На чей? У меня нет никакого Масинджи. На фейсбук есть? И фейсбук есть. А, наверное, есть. Я бы дай поставлю. А, ну так это что дальше? Давай идти. Вот. Так, короче, значит, Швот у них трактата не дали. Значит, кроме того, у нас есть еще важные дни. Это Роша Шана, да? Йонки Пур. Ну и более-менее не все, да? Ну, там, Шава, вот, они тоже как-то уж там трактат. А, Пурим. А, вот, Пурим как раз да. А, Пурим дали, наоборот. Вот, вот, например, трактата не дали. А Пурим, наверное, трактата дали. Значит, когда талант к этому всему такой, он имеет два, собственно, направления. Они тянутся в разные стороны. Одно направление – это то, что описано в Туре и то, что происходило в храме. В самом разуме, что он довольно-недовольно, ну так. Далее, уже 150-ка. И, действительно, совершенно другая. Вот, что мы, собственно, делаем, когда мы описываем тот или иной праздник. Разные вещи. Значит, ну, с Пуримом понятно. Там храм никакого, никакой роли не играет, не играл. Там ничего, собственно, специального фрэма не высходит. Поэтому трактатами Кила посвящен именно празднованию Пурима как-то того, как мы это сегодня привыкли. И, в частности, трактование на книгу СССР. Так. Ну, с Пуримом понятно, да. Да, Хануха, естественно, трактат никакого не получил. Получил там полупоминания где-то в середине шабата и все. Это там как раз есть химахатбайс. Там есть много интересных. Но, как бы, так получилось, что Хануха вытеснилась, как бы, была маргинезанная, потому что у нее и нет книги. В библейской, в общем, как-то так вышло. Мало ли про что можно целый трактат написать. Ну, про что. Нет, я не знаю, что тоже. Так вышло, что вот целому суроту тоже не додали. А там кое-что есть в храме, наверное, значительное, которое стоит. Вот. Это все рассеяно по разным местам. Теперь. Такой. Один из главных подходов такой. Мы долго-долго и довольно занудно будем излагать. Ну, что занудно? Нет, очень интересно будем излагать то, что происходило в храме. А где-то там в конце напишем, как мы на самом деле празднуем этот праздник сегодня. Такое случилось с Юмкипуром, как-то это Йома. Тогда Йома почти целиком. Ну, девять, по-моему, из десяти, не помню, или восемь из девяти глав посвящены, в общем-то, храмовому действу. Оно интересное, там много всего происходит. Ну, собственно, это то, что происходит, да. Но храма у нас 150 лет как нет. А вот сейчас уже больше гораздо. Так что, то, что для нас релевантно, собственно, как для нас, оно там где-то, ну, там посередине немножко пропостных, в конце глава про Тушугу. Ну, в общем-то, весь все. Трактат Цукка устроен ровно наоборот. Но там, опять же, это можно понять. Цукка – это обстоятельное дело. Оно подробно описано в истории Цукка и Улаб. Так что три перка полноценных нам изговорят действительно довольно занудно, прям-прямо скажу. С техническими, интересными техническими подробностями. Как пилят доски для того, чтобы... Короче, вот это все. Значит, как строить Цукку и как мопать Улаба. И какой должен быть Улаба, а какой не должен, это должен быть безумно, интересный, длинный, длинный, длинный цель. А в конце, в четвертом или пятом, в последнем, понимаете, излагается суть храмового действия, которое тоже ужасно интересное. Вот это, вот это, вот это... Короче, возлияние воды, и сухамарик. И вот все, что вокруг Синхады, это, что я знаю, все, что вокруг Синхады, это, что я знаю, и все, что вокруг Синхады, это следует. Теперь, есть то, что мы изучаем обычно, да, законы вообще, праздника вообще, да, они, парадоксальным образом, разделены на два тракта. Такое тоже бывает, но в данном вашем случае это ровно так и есть. То, что повседневные бытовые практики остались у нас в тракта Тибирица, а условно храмовые и визу с ними ушли в тракта Тибирица, они повествуют ровно об одних и тех же днях, да, но совершенно с разной точки зрения, даже когда их читаешь, мне сразу соображаешь, что это праздник тоже вообще-то, да, здесь. Наш праздник в прессах относится к категории, там, бьем кипу, там долго-долго-долго, 9 глав рассказывается о том, как нужно забивать, жарить, поедать и поедать во второй раз. В общем, короче, довольно долго объясняется, что делается с пасхальной жертвой вокруг них. Чуть-чуть затрагивается там, вначале затрагивается поиск храма, но, в общем, короче, в основном там действует, 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 действует. Поэтому мы чувствуем некоторое даже просветление и облегчение, когда в 10 главе нам все-таки рассказывается о том, как этот праздник на самом деле празднуют сейчас. И к этому мы сейчас, собственно, переходим. Значит, вот здесь кусок Мишни, я, 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 я привел кусок три, три, три из Мишнаек, как бы, трактату в Сахе, последнего, последнего, последнего трактата в Сахе. Первый я, первый я отсек, первый там про, про подготовку, что нужно пить четыре бокала, в принципе, и что не нужно есть до, это самое. Я отсек еще по одной причине, потому что вся эта великолепная магия и, 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 и волшба, она там, там, как раз тут к нему. Может быть, мы это, ну, посмотрим. А начинаем, начинаем мы со второго, со второй Мишны, которая, собственно, вот эти три Мишны примерно покрывают распорядок Седера, Седер-Квес. Мишна такие, мозгуло косрешоно. Беншамайом римми варехалийон, вахарках ми варехалаяйон. У беншалелем римми варехалаяйон, вахарках ми варехалаяйон. А когда ему, ну, ему, ведущему Седера, там Седером уже в это время есть отчетливый ведущий, да, есть человек, который заведует всей ритуальной частью происходящего. Да, перед ним стоит особый стол, там долго ведется разговор о том, на какой, накрывают ли на общий стол или только на него, убирают ли общий стол или только на него. В общем, с ним происходит все самое интересное. Да, остальные сидят и ждут пока, ну, пока они наконец-то будут пожрать. Итак, значит, вот, вот сидит этот ведущий, ему наливают первый курс, первый стакан, первый бакал для кедуша. По беншамайу он сначала произносил благословение, собственно, кедуша, благословение дня, а потом благословение вина, буреприага. А с точки зрения людей, он сначала благословит вино, а потом уже произносит кедуш, кедуш праздничный. Собственно, как мы и делаем. А почему вообще у вас возник этот вопрос, в чем важность того, чтобы вначале делать то? В чем важность, объясняется в гемаре, я думаю, возможно, мы на это сейчас посмотрим. У нас еще довольно много гемара, я к тому, что не знаю, но только так. Ну да, а, то есть мы сейчас... Мы сейчас для общего порядка, чтобы у нас двое стояло. Причем важность, нет, какая важность есть. То есть перед ним, перед ним, ему приносят стол, как бы, имеется в виду, что приносят стол, накрытый вот пасхальным блюдом, грубо говоря. Дальше он может окунать нечто, то есть всему то, что мы называем торпасом, да, вот какую-то овощную закуску, так сказать, в хрен и есть. Пока не доходы до... Вот что такое портопат, это там жуткие совершенно копии, там сломанные, я еще раз... Мне даже готовиться было не надо, я буквально там позавчера я все вычету, так сказать, не рад. Так что, ну могу сказать, что никто не знает, что такое портопат в данном случае. То ли это кусочки мацы, то ли это какая-то хрень, в которую этот хлеб, собственно, положено обмакивать. Теоретически, портопат это тот соус, который нужно обмакивать хлебом. То ли это слово перуровень, как бы, да, то есть... А что, от шамаги или портопат? Пока он не доходит до обмакивания. До обмакивания еще два что-то? Не в хрен, а в другое? Ну вот, хороший вопрос, но только у меня ответа на него нет. Ну вот, там еще потом решением считают все-все-все-все-все-разно. Ну, то есть, по тому, что-то такое об этом поводу объясняет, решением еще раз сплоть, а что он, собственно, имел его в виду. Поэтому там запутанность полная, там никто не знает, что такое портопат. Поэтому, возможно, мы этого с вами создали никак не... У нас этого нет. А сейчас, как раз, это еще? Ну, вроде бы, портопат, я не знаю, сейчас такое слово, насколько мне известно, не употребляется. Но это, опять же, это старое употребление сейчас, сейчас никто такого не говорит. Портопат, это... Ну, как я, если бы меня спросили... А как вы считаете? Если бы меня спросили, это какие-то добавки, ну, это вот эти вот самые... Типа соусы, соусы, слэш, салаты, слэш, непонятно что, в которые обмакивается хлеб. Ну, не хлеб, а... Хлеб, хлеб. Ну, в мацу гивается, как говорится. Портопат, он же не только в тестике бывает, он везде бывает. Так, подожди, я не понимаю, он... Еще... Я не понимаю конструкцию. Он обмакивает вот в этот хрен... Обмакивает в хрен. ...пока не достигнет другого соуса? Да. Он... Нет, он в смысле, что... Нет, имеется в виду, что, ну, подают... Подают некоторые блюда. Начинают с хрена, а потом еще чего-то. Значит, имеется в виду... Я не знаю, дойдем ли мы до этого гимарина, но имеется в виду вот что. Прежде всего, вот что. Что когда он, наконец, уже расскажет об исходе из египта и все дела... То есть, совсем они не держали людей голодными. Вот сейчас иногда вот некоторые, особенно в мегиозных навыках, считают, что нужно во время магии держать людей полностью голодными. А я считаю, что это не совсем правильно. И очень уместно делили, как бы, делили еду на возбуждающий аппетит и на подавляющий аппетит. Так вот, когда ты доходишь, когда ты уже все это дело исполняешь, как бы, и рассказываешь, и все уже состоялось. И ты, наконец, берешь руку Мацуты, значит, у нас есть интерес, чтобы ты ее ел и не просто откусывал сухой хлеб, да, черствую корку, а чтобы тебе было ее приятно есть. А приятно ее тебе есть, если ты, ну, грубо говоря, голоден. Поэтому, значит, сытных закусов не полагается. Полагается нечто для возбуждения аппетита. Но вот если оно таки да, для возбуждения аппетита, это может вполне быть чем угодно. Но понятно, что на этой стадии Мацуты мы не едим. Да. Мы уже не произнесли все нужные слова. Так что вот именно поэтому никто не понимает, что такое парпалитопат в данном контексте. Да, вот что все это значит. Мы, возможно, это затронем, если доживем. Если оно упоминается еще много раз, а вы не употребляете? Ну, нет, оно не то, что употребляется новая стволная. Я просто знаю такое слово парпераот. Парпераот – это мясной или, скорее, птичий даже, ну, в смысле, куриный, насколько я понимаю. Это то, что мы сегодня называем паргио. Некоторые куриные, ну, не совсем то, что мы называем, но некоторые куриные кусочки соуса, насколько я понимаю парпераот. Ну, я сначала эти куриные куриные. А мы, знаешь, его вроде бы. Мне кажется, что парператоропат – это должен быть некий соус. Но здесь ты его не ешь с хлебом, потому что ты его макаешь в собственную траву. Это карпас. То есть ты сначала что-то макаешь, а потом ты в этот другой соус. Да, да, да. Значит, понимаешь, когда мы тут… Надо очень хорошо понимать вот эту, кстати, важную информацию. Что то, что у нас ритуализовано, как бы, до уровня списка. Да, мы не просто, как бы, считаем, что вот так должен происходить. Мы даже оглашаем его список, ритуально оглашаем список из десяти наглавлений, что мы, собственно, собираемся делать. Вот, когда мы там произносим, например, слово «карпас», то надо очень хорошо понимать, что когда весь обычай зарождался, вот здесь стал, ну, это никакого ритуала не было. Это было необходимостью что-то перекусить, пока умные люди сейчас будут рассказывать, как бы, происходят в Египте. Но перекусить так, чтобы не нарушить ни аллахические подробности, то есть не съесть хлеба, ни насытиться, да, то есть, как бы, ни привить себя пить. Вот этот «карпас», это, собственно, сейчас у нас это ревьюторизированная запуска, а у них была вполне, вполне реальная. Просто берешь какую-то огучечку, макаешь ее там в чего-нибудь и ешь. Вот это вот. Можно ничего не сказать о том, как вообще этот массажер? Мы эти несколько слов прямо сейчас говорим. Мы о чем сейчас говорим? Нет, Григорий, не припорядок с Эггерами, это как он складывается. Да хрен, я не знаю, как он складывается, никто не знает. А откуда ты думаешь, что я буду черпать эту информацию? Нет, в связи у меня нет источника информации. Помимо Талмуда у меня нет другого источника информации. Это самый ранний, более-менее источник, да, с которого мы, собственно, видим, что было что-то отличное от того, что написано в Туре. Ведь ее фиксируем просто, да, ведь мы же не упертые ортодоксы, да, если у нас есть упертые ортодоксы. Но мы не думаем, да, что во время Маше Рабейну все вот делали вот так, как мы. Ну, например, по одной очевидной совершенно причине, да, во время Маше Рабейну и далее, если Маше Рабейну вообще был, не важно, все время, пока храм существовал, все это вертелось вокруг пасхальной жертвы. А у нас нету пасхальной жертвы. И было бы глупо, да, было бы глупо и самонадеяно представлять себе, что от Авраама, Авина и Маше Рабейну все делали тот самый, как он был. Это не так. Вот, значит, судя по всему, я, ну, как бы пытаюсь реконструировать, да, судя по всему, когда в поздние времена храма, ну, что делалось в ранние времена второго храма, и никто вообще не знает, что делалось там в арсейский период, ну, это честно, там, любые университетские практики, это честно говоря, хрен его знает, источников мало, кое-что мы можем реконструировать, а кое-что и не можем. В общем, короче, не знаем. В поздние времена второго храма, там, где мы уже можем немножечко проследить, там, по флаве, я не знаю, по каким-то внешним источникам, складываются какие-то обычаи, да, вокруг вот это поедание храма и жертв, паскальдой жертвы. Теперь, когда разрушается храм, тут, ну, понятно, действуют некоторые тенденции, да, одна консервативная, давайте сделаем все, как было, давайте сделаем вообще все, как было, а что у нас нет храма, ну, это мелкая незначительная подробность, значит, когда-то будет. А это сделано, как было. И доходит до того, что есть сообщение о том, что в некоторых общинах пытались сделать, даже имитировать это мясо паскальдой жертвы. брали от горных ягнят, там, и их определенным образом приготовили, именно так, как приготовили паскальные жертвы. Тут мы, конечно, подумаем, но ведь это фигня какая-то получается, да, во-первых, во-первых, чувак светится, как бы, это римская община, например, такая, так, так, как я сказал, что так. Значит, чувак, вроде, продемонстрирует, что он как будто бы ест жертву, потому что храма нет. Ну, может, он действительно ее, как жертву, ест, но это же совсем нехорошо тогда получится. Теперь давайте, наоборот, откат, как бы, давайте сделаем, наоборот, каким-то местами подчеркнем, что у нас нету храма и нету жертв, да, поэтому заменим, да, ни в коем случае не будем делать вот эту вот тушку наверх, да, наоборот, заменим, заменим этот, как его называется, пасхальную жертву, там, то ли куском морцы афикаманом, то ли хоросы, там, там, в каких-то, в... Теперь, на это нужно навернуть некоторую, ну, грубо говоря, телегу, да, то есть нужно, как бы, по ходу бьеса нужно рассказать, а почему ты, собственно, делаешь так, а не иначе. Ну и вот, вот так, собственно, появляется, я так понимаю, да, ну, моя спопуляция еще, да, так появляется, вот, примерно, к какому-то, там, третьему веку появляется то, что мы называем костяк, как бы, того, что мы называем пасхальный сыр. Дальше на этом наверчивается, мы сейчас просто увидим глазами, как, да, как на костях из Мишны наверчивается гемарное, как бы, мясо. А дальше уже во время гаонов, они, как бы, все это мясо собрали в Голем и написали книжку. Это называется Агадаш и Песа, и все вот там вот у вас, даже, на столе лежат. Вот, ну, там кто-то ее до вас перевел на русский. Интересно. Да, интересно, кто бы это был. Значит, да, и потом, значит, у нас в Сидуре с Ади Гаона впервые появляется, собственно, это Агадаш и Песа. Агадаш и Песа впервые появляются в Сидуре с Ади Гаона, если я не ошибаюсь, в 10-м веке. Да? А в Торе на эту тему что? В Торе на эту тему ничего, разумеется. В смысле, в Торе на эту тему довольно много всего написано, но в основном про пронесение пасхальной жертвы и сказано про Максу и про Максу. Собственно, взять пасху к истории, на основании которого потом и царковые дайки, и вот это. Понятно, нет, нет. Берется много-много разных стихов. Сам магик вообще основан на очень-очень странном месте. Вот это я, кстати, мне совершенно не могу многие годы понять, вполне понял, когда-нибудь обязательно понял. Почему, собственно, вся Агада обращается на Порошат Беккурина? Ну, вот этот вот магик, собственно, рассказы об исходе Египта. Это в Талмуде зафиксировано, что нужно это читать. Вертается вокруг текста, который идет вообще совершенно с другого места. На самом деле, из Шевуота, да? То есть, когда человек приносит первые плоды к храму, он вот это вот и говорит. Вот это вот все. От истории, строго говоря, неизвестно кого, до, грубо говоря, входа в страну. Дальше происходит очень странная вещь. Берется вот этот кусок, который никаким совершенно боком, ну кроме его самого содержания, никаким боком вроде бы не относится. К нему наворачивается довольно левый комментарий. Ну там сама Рамио Ведоми и что-то. Отрезается хвост. Самый интересный, хвост отрезается, да, про вступление в страну. Но у нас он не отрезается. Ну, Грыжов. Нас, правда, привязывается, но в какой-то момент он, вот, Грыжов, отрезается. Вот. И получается, вот, не очень понятно, что. Получается, вот, довольно своеобразная литература, которая мы, вроде как, должны читать на сцене. Это тоже непонятно, кстати, почему читается, да. Казалось бы, казалось бы, там, ну, мы сейчас до этого дойдем, да. То есть, в сущности, в сущности же, ну, Талмуд и, возможно, даже Садия Гаона, я не знаю, но Талмуд определенно не устанавливает, не регламентирует то, что мы, собственно, говорим. То есть, там нет точного текста, вот этого магида, да, от того, что мы, как бы, должны изолить. А сейчас это, это тоже, это немножко кравертизная практика, на самом деле. В нашем геройском народе, к сожалению, этот подход, ну, дело в том, что много времени проходит, и, как бы, люди забывают про то, что там было с самого начала, и, да, и тут говорят, так, как им удобно. А удобно им не думать. Поэтому, вместо того, чтобы своеобразно, некоторым, каждый раз своеобразным способом толковать стихи, которые нужно толковать, люди просто привыкли предносить определенный текст. Даже не всегда всерьез задумываются о том, что же там, собственно, написано. Ну, это, извините, это уже мое, 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 вообще личное, это никому, в сожалению, даже не нужно. Но я просто призываю понять, что в том, в изначальной, томудической практике, когда этот обычай вообще появится, а мы не знаем, собственно, когда он превратится. Возможно, даже еще прекратить. Не было никакого регламента, да, в какой-то момент появляется базовый текст, который мы должны толковать. Он пришел вот из этой Пороша Бекуэйль каким боком, почему, никто не говорит. В общем, я не знаю, почему. Но он пришел. И дальше его нужно толковать. Потом сложилась некоторая, условно говоря, кошерная толкова. Его забили намертво, как бы, вот этот текст, этот годычный текст. Понимаешь, как в каждом из, там, 5-ти миллионных еврейских домов, как бы, например, читают это толкова, это кошерная толкова. А, по-моему, понятно, почему это? Потому что там говорится одно, что Господь вывел нас или спас. А, не-не, это понятно, это как раз понятно. А этому на этом это основа? Смотри, Аня, хорошо, но проблема понятна в чем. Проблема тоже понятна в чем. А почему? Ну, про Песах и происход, говорится, огромное количество текстов. Реально, в Торе, ну, пожалуй, ничему, в Торе вопрос, ничему не посвящено больше материала, чем этому. А почему, собственно, нужно брать именно Паша Добрин, который вообще, допустим, в другой дате? Потому что это в другую дату, но ты опять… Ну, еще и резать ее поживую. Ну, ты опять… Ну, почему резать? Это уже потому что… Нет, я тоже… Потому что… Нет, потому что… Нет, резать, резать, потому что голубь, резать, потому что голубь. А почему они взяли ту фразу? Потому что именно… Было бы странно опять говорить про Песах. Ну, потому что они даже в другой… Что ты сейчас сказал? Потому что они в другой день, в другой вспоминают… Опять происходят из Египта. Опять вот говорят вот эти вот… Подожди, ну, еще раз. Анька, ну, нет, это-то я… Нет, ты отвечаешь на другой совершенно вопрос. Почему в Швот или там, когда произносятся слова про Песах, это я понимаю прекрасно. Тут вопрос никаких нет. Тут вопросов нет. Ты сейчас мне объяснил, почему мы в Песах должны… Потому что именно в этом месте человек говорит, это то, на чем можно построить рассказ. Именно в этом… Где в таком еще месте… Это не в единственном месте он говорит. В этой истории, когда он говорит вот именно про все, что ты нас вывел из Египта… Где… Да, начало… Начало книг дворин, например. Когда муж вспоминает о том, как он вывел из Египта. Да, послушай, можно было пятьдесят разных… Это серьезно. Нет, и потом мы же… Мы же… Смотри, это кто-то… Кто-то очень тонко подумал. На самом деле, это же я… Я же не против, говорю, да. Я говорю, что… Это был некоторый умный замысел, как и, как бы, инкрустировать внутрь вот этой вот пластальной ряды. Кусок из Пороша Бекури, а с обрезанным хвостом. Кусок там из… Из первого Песаха там, где там сыновья, да. Есть из… Да. Кусок… В общем, куски из разных мест реально, напоминающие об исходе. Понятно, что… Мне просто пока не до конца… Не до конца понятно, почему именно костерком стало. Потому что короткий, может быть. Но, как бы… Этого я пока не совсем творительно объяснил. Почему нельзя ставить в два раза больше? Ну, потому что… А, нет… В два раза больше… Нет, нет, нет… А зачем два раза больше? А, может быть, это все было… Это… Интересно вообще поискать. Есть ли еще кусок в Торе? Я не знаю. Может быть, ты сейчас скажешь миллион. Если когда говорил муж это, явно нет. Когда говорится, ты нас спас, 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 вот это вот все сделал и привел в страну. Вот так подряд, говорите. Поэтому они не случайно взяли это, не случайно обрезали этот кусок, зная, что потом мы его привяжем. А, Ань, это, кстати, может быть… Нет, это… Вот это как раз… Я думаю, что мы найдем и такое, но… Я думаю, что эта интуиция как раз совершенно верна. Да, они совершенно не случайно отрезали хвост. Они… Все понимали, что любой маломальский, любопытный человек поинтересуется, что там было дальше. И вообще-то помнишь, что там было дальше. И понятно, что хвост, да, как бы он привязывается обратно. Это понятно. Это… Это у меня просто вопрос, что не хотите. Может быть, другого куска такого не стоит. Я тогда поищу. Смотри. А что им мешало составить из трех разных? Нет, ну это было бы не… Это именно… Да нет, это именно не то, что красиво. Это именно, что есть кусок один, в котором они берут, из нескольких кусок подряд берут и отрезают хвост. Как раз это классно. Про хвост я понимаю. Да нет, поэтому… Ты все в свою сторону. Ты все в свою сторону. Я поэтому… Нет, потому что это ответ на тот вопрос, почему они не знают из трех разных кусок. Нет, нет, это интересно. Я подумал об этом. Но, как бы, пока это все еще… Это все еще странно. Окей. Эви у ли фанава мацава хоросет. У шнейтов шилин. Теперь дальше. Значит, вот он тебе закусывает. Еще пока ничего, собственно, не говорит даже. Но уже это внесли мацу. Теперь, значит, к нему привносят мацу, хрен и хоросет. И еще два блюда, которые, собственно, являются символическими обедом. Ну, ужин. А фальпишейн хоросет митцва. Хотя хоросет не является заповедником. Раби Азарба, Раби Садоку, вер, митцва. Раби Азарба, Раби Садоку, вер, митцва. Раби Азарба, Раби Садоку, говорит, что нет, это заповедник. Теперь, понятно, что хоросет придумал буквально как вчера. Нету никакого хоросета. Никто это нигде. Значит, это поздняя традиция? Ну, поздняя, подождите, к чему? Это весьма ранняя традиция, потому что она вот уже в нынешней действии. Я имею в виду, что в времена храма такого не было? Опять же, я как бы ни пророка, ни сын пророка. Я не знаю. Насколько мне известно, это первое упоминание того хороса. Это через 150 после разрушения храма. Как-то так. Убамигда, Шамюме, Виимль, Фанав, Гуко Шель Пес. А, нет, даже наоборот. Даже не так. Вот, пожалуйста, даже отвезли. А в храме перед ним тогда приносили, собственно, тушку. Вместо хоросака или вместо тушевин? Вместо, ну, нет, мацун, наверное, приносили в любом случае. А вместо всего остального? А вместо всего остального и хороса, то ли хороса, то ли тушевин, действительно, приносили собственную тушку. Вот. Так что, они в некотором смысле сами навекают, что хоросы появляются как замена отсутствующей пасхальной жертвы. Обычай реально молодой в их внутреннем. Ну, вот буквально предыдущее поколение, предпредыдущее поколение. Ну, не сказано нигде, где табличевой, как табличевой лица. Но мы сейчас посмотрим, где Мария. Это я как раз очень хотел вот эту, вот эту тушевину про хороса. Не сказано нигде, но вот здесь мы видим некоторый намек, да, что унесли, как бы, эту букву Шинпеса, да, тушку самого. И начали думать, а что же вместо него-то у нас будет? Вот. И вот тут в Мессии вот это вот особенное хоросы. И некоторые говорят, что, а, ну, хоросы. Понятно, это Бог заповедовал на горе Синайка, но Мушер об этом сказал, что когда второй храм разрушен, не первый, а второй, когда разрушен, вот тогда вместо пасхальной жертвы ты будешь завешивать такую особенную кашу. Вот не спрашивай, пожалуйста, почему. Да? Такую особенную кашу из вот того, от кого яблок обязательно добавить. Нет, яблоко, вы знаете, я, кстати, не шучу, что-то вы видите. Вот. Грецкая ориса. Ну, а дальше по вкусу, там у вас у каждого свои какие-то примочки, вот, кто корица, там, кто финики. Значит, ну вот. И на горе Синай, понятно, да? И оно, значит, спало, спало, спало там много сотен лет пока. Не разрушилось на таких вторых форм, и она включилась. До такой степени, что Робина Заба, Робин Садов говорит. Ну, это Заба, это так, ребята, ну что же, как это бескороство вообще-то? Это же не Седра вообще. Как этого зверя звали, из которого накрывали эспирию? Тахаш. Тахаш. Да. Так вот, я читала некоторые комментарии, что это был тюлень. Дюгонь, Дюгонь. Да. Дюгонь. Это, я тебе хуже скажу. Ты вот комментарии читал, ты комментарии читал, а мне, да не скажу кто, я попытался перевести как Тахашевы шкуры, как Дюгоневы. Я, честно говоря, вот не сразу, не сразу. Дюгонь ходят среди пустынь, там вода раз в году редко проливается. А они, значит, да, Дюгонь – это такая морская корова. Я извиняюсь, вот их там. Говорят, пустна необыкновенна. Вот. Ну, как они ловили Дюгонь по пустыне? И, честно говоря, я не смог. Моё воображение отказало начать. Я забанил это вирусом. Да, мне кажется, что это появилось в какой-то 19 веке, когда открыли того Дюгонь. Что это? Это Тахаш – это какой-то вид горного барана или что-то вроде этого. Никак не приводит. Я видела эти комментарии. Это уже интересно. Жараба-то хотя бы понятна, где взять. А того Дюгонь, они в 19 веке открыли. Окей. Окей. Следующий, четвёртый. Мазгула тос шинить. Теперь мы наливаем второй баран. Вакана бэн шоэль авив. Вэймин дад бэбэн. Авив милам дон. И тут, вот тут начинается, собственно, магия. Магия начинается с того, что сын спрашивает отца. Это все вопросы. А если сын маловато или слабоумен, то отец его подучивает. Как бы, да? Рекутирует с ним. Магия. 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 Чем же отличается это матчевщее? От всех других матчей? Вот это первое, напоминальные цели. Иисус. Посить слова, а теперь вıp outras иисус. Какие именно это? Просто. Манин, что надо. Понятно. Еще раз. Это самый-самый старый источник. настоящий источник по проведению сцедров в пост храмный рейд. Другого нет. В чем отличие этой ночи от всех других ночей? Ведь каждую ночь мы едим как ханес, так и мацу. А в эту ночь только мацу. Все остальные ночи мы едим прочие овощи, а в эту ночь мороз. Это, понятно, уже храмовая примочка, которую мы сегодня употребляем. Что в прочие ночи мы едим мясо как печеное, так и шалук это вареное, такой проваренный, разваренный. Шалик, наоборот, скорее тушеное. А в эту ночь только печеное. Цалик это печеное? Цалик это печеное, да. Это не жареное? Это жареное? Цалик это ровно так, как его делали. Брали верцел, насаживали на него целлюцельного барашка. Ну там долгий спор о том, куда девать ноги. То есть они едят так же, как делали жертв? Да нет, они имеют в виду именно жертв. Это произносится при храме. Поэтому после храма это выпало из употребления. Мы же сейчас это не произносим. А мы его же взяли как? Его как? Его же его... Мы его сделали, да, там вопрос. Ну, тогда надо соответствовать. Нет, мы его сделали, потому что... Мясо-то ты готовишь. Нет, мы объясняем, потому что мы же не придумали пятый вопрос. Мы сказали, что он тоже едет. Да, он едет. Посмотрите, как это можно съездить на грязинку саморяда. Да, понятно. Да, да. Насколько я понял, у нас это все-таки запекалось не в яме, а в обвиненной печке. Но раньше, в общем, не легкарно. На вертеле целиком, но в печке. Я не знаю, как это считается с жареным или печеным. Все понятно. Вот это называется целлюцель. Вот. Шишлик. Что? Шишлик. Шишлик, да. Вот там даже нет. Шишлик кусочками. Шишлик. 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 Во все прочей ночи мы обмакиваем нечто один раз, а в эту ночь два раза. Тут вообще все очень страшно. Во-первых, потому что мы сейчас ничего подобного не делаем и не говорим. Мы каждую ночь ничего никуда не обмакиваем. А вот похоже, что у них был обычай, что еще во время весны, был обычай за обычной трапезой и обычную трапезу, например, начинать или заканчивать. Я уже не знаю, сейчас в точности, как дело было. Может быть, вот это можно где-то узнать. Обмакиванием чего-то во что-то. Судя по всему, овощи. Овощи. А для модельцов вавилонских, поздних модельцов, это не было ничем. Было непонятными словами. Они выводят нас туда, куда мы. А, уже для них это было непонятно. Да, для них это было непонятно. А понятно почему. Понятно почему. Потому что Мишна создается, условно говоря, в греко-римском пространстве. Она действительно, это не я придумал, это все умные говорят, что Цезарь сущность напоминает симпозиум. Греческий симпозиум. А вавилония все-таки была, она только отчасти подражала энергетическому миру. И такие аристократические обычаи эллинских философов никак бы не докатывались. Так что, видимо, вот это Матбелин, я не знаю, что они там, может быть чайный пакетик чая, я не знаю. Вот. Но, видимо, это был одним из атрибутов именно эллинистического симпозиума. Поэтому оно вошло в обычаи модельцов наших, но вавилон уже казалось диким непонятным набором слов. То есть и всем было очевидно, что там практически слова нет. Они туда обратно ее вставали. Это дальше уже вавилонские мудрецы. Это дальше уже вавилонские мудрецы. Я думаю, что мы не обрушили никого. А тут еще целых два раза. Извини, еще раз. То, что сказано, что мы сейчас едим жареное, ты сказал, они описывают ситуацию храма, Мишна? Да. Что такое? Что мы делаем? Это путаница. Это путаница. Я уверен, что она сознательная. Действительно, ну не то, что прям вот совсем уж никто не понимал, как бы, что там с храмом происходит, понимали уже. Но намеренно оставались в такой, как бы, смешанной реальности, что храм отчасти в некотором смысле существует. Он, как бы, никуда и не делся. Поэтому, поэтому мы можем себе позволить девять, ребят, девять глав из десяти трактатов «Сахим». Здесь именно к принесению пасхальной жертвы к всем этим правилам делам. Поэтому мы можем там в синус один глав трактата «Ёма», то есть мы там можем сам. А тут у нас, тут у нас просто намеренная путаница. Вы видите, в Мишне Гимову они говорят, а тут вот так, а вот так. А теперь они говорят, а в храме они ему приносили, собственно, жертв. А дальше мы теперь опять не понимаем, в каком месте этой действительности мы оказываемся. С этой стороны, да, где у нас никаких жертв нет. Или с той стороны, где у нас, на самом деле, еще очень-очень, когда мы это мясо зубами как-то едим. И ребенок, и этот ребенок действительно не понимает, почему у нас на столе вместо там трех разных блюд и консервированной тушелки лежит вот эта туша. И больше никто ничего не ест. То есть до такой степени, да? То есть ты хочешь сказать, что когда был храм, было одно блюдо вот за этим пасхальным столом? Нет, мясное блюдо, суще всего, было, 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 пока дно. А к этому, собственно, к, собственно, пасхальному, этим самым, предлагалось еще, еще у Латры и я, ну, у Латры и я сжигал, еще шла Мейха Гига. Да, так что там могло быть несколько яиц, значит, туша. Но, ну, неважно, то есть как бы основу питания составляют самые туши. Угу. Нет, ну, наверное, знаешь, ну, это как, 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 как в профессор-это смысле, но, наверное, тебе принесут там шестнадцать салам от начала. Ну, как бы, ну, 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 вот, ну, 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 вот же портрет аппад. Ну, как же, может быть, иначе-то? Нет, ну, конечно, вопрос задается, значит, как-то так было не так? Нет, он имеется в виду только про мясо. Мясо, он привык, он ребенок привык есть мясо тушеным, например. То есть, еще раз, мясо через 150 лет после разрушения храма, да? Я сейчас сооружу, это начало третьего или начало четвертого? Третьего. Третьего. Да, где-то так. То есть, они еще, да. Там, что я помню. У лифида атошеля бейлин, а вильную ламду. Да, и тут, значит, в ответ, как бы, на эти вопросы, по мере разумности сына, отец его начинает учить, собственно, материалы. Макхиль бы гнут, умысаем бы шепан. Да. Вау. Нет, хвост обрубили, понятно, что вывел. Как бы, это даже ежуезд. Да, разумеется. И по мере разумности сына отец учат обо всех ценных вещах. Начиная с позорного, заканчивает почтенным, похвальным. Ну, в нашем варианте это либо рабами были мы в Египте, это опять же обсуждается в Гимае. Либо Владимир Лаину, либо уфде овадазарава айомуты. У нас есть два зачина, как бы. Оба из них считаются глупыми. Мы сами бы шепан заканчивали чем-то хорошим. И толкует вот эту вот самую Паршат де Кури, про которую мы, собственно, так долго ломали копья. От слов арамеев. И тут очень интересная происходит речь, потому что Пшат там очевиден. Пшат там, что этим пропащим арамейцем был мой отец. Мой предок был пропащим арамейцем. Когда мы его включаем в Агадуру, мы его толкуем совершенно иначе. Что некий арамеец пытался погубить моего отца. Ну что ты, что ты меня так смотришь? Ты вот как толкуешь это, когда... Сейчас я пытаюсь понять, пытаюсь... Нет, я тебе так скажу. Не надо пытаться понять. Там откроешь Агадуру в нужном месте, там все написано. Потому что Алабана Арамей пытался и так далее, и так далее. Там ни слова про Алабана Арамейца нет. Речь, скорее всего, вообще про Абрама Авин. Который был вот этим пропащим арамейцем. А потом уже... Блуждающим арамейцем, значит. А потом, когда стали рассказывать, это уже... Стали рассказывать, что это был Алабан. Так что ли? Да, конечно. Конечно. Этот... Арамео... Нет, ну там синтакс есть просто такой. Арамео Вет – это Ави. Да? Пропащий арамеец – это мой отец. А... Но если синтакс чуть-чуть подключить, вручную подкрутить, да, то получится что? Что некий арамеец погублял или губит даже моего отца. Всегда на эту тему рассуждаем. Да. Если рассуждаем, то стало именно на эту тему. Не то, что рассуждаем, а в Агадео это зафиксировано. А как раз изменит симпатизм? Объясни. Здесь написано Араме. Почему Арамео Вет – Ави сразу нельзя так объяснить, что Араме погубил моего отца? Потому что мне бы пришлось представить себе, что есть некоторые реальные арамеец, которые прямо сейчас, в настоящем времени, губят, убивают и его отца. Это не совсем так. Ну, там, это, это самое, там, это настоящее время неуместно в комфортировании. Не очень? А потому что Арамео Вет… Потому что когда оно было кричать сцена, оно как раз было нормально ему в настоящем времени, а когда он стал глаголом, ну, не очень… А как было бы с глаголом, если… Не знаю, Аами… И бэдс, если уж, на самый-самый худой конец, но тогда не проходит тотал коррэм. Нет, очевидно, что она заточена не по металлу, это все было ясно. Ат седьмор куле параша куле, а пока не закончится, видите, тревог заканчивается. А тревог заканчивается, как мы помним, землетекущим молотом. Да, прикол. Который выпущен из настоящих, из наших. Теперь давайте посмотрим... Наверное, мы немного чего не успеем. Вот кое-что мы должны успеть сейчас. Ну хорошо, давайте, значит, сперва... Нет, это мы не можем так сделать. Мы должны сперва сделать вот так. Раздайте вот это вот. Потом... Вот это вот. И вот это вот тоже. И разложите там по номерам страницы, посмотрите, как это. Мы цепируем. Там просто два куска профоросов, они связаны между собой тематически, но не совсем вместе. То есть у каждого две страницы, да? Должно быть три. А, три, да. Вот оно. Прошу. Ага. Угу. 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 Значит, я ради экономии места не обрезал ту шнук, в который все это происходит. Вот видите, да? Страница 490 и дальше. Это с этого места мы начинаем. А, или нет? Мы с этого места... А, правильно. И поэтому мы с ней не начинаем. Угу. Мы начинаем, наоборот, с 493-й страницы. Угу. 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 Где объясняется, собственно... Ну, возможно, потом, если мы успеем, мы пройдем эту тему прохоросов и отскочим потом немножко назад. Ну, давайте пока сейчас прохоросов. Он говорит, Амар Эбелазар, Амар Агуршая. Самый конец страницы, да? Он говорит, что если человек окунает некий продукт в жидкость, то он перед этим должен делать на силу Агуршая. Амар Агуршая. Амар Агуршая. Как это работает? Надо хорошо очень понимать, как это работает. А вот это так. Я не помню. Мы об этом говорили вообще? Про тему тумы, тары и жеснины. И воды. Короче, встроено это так. Вот у нас плод. Не важно какой. Плод, пока он висит на ветке, он никакой тумы не принимает. У меня столько ощущений, что я про это уже говорил. Собрать нет. Хорошо. Возможно, нет. Вот плод, он висит на ветке, он не принимает тумы. Этот же самый плод, мы сорвали свет, он все еще не принимает тумы. Когда он начнет принимать тумы? Когда он намокнет. Когда в него попадет вода. Да? Теперь. Предположим, что я этот самый плод. Своими грязными руками. Пытаюсь. Ребята, этот плод, этот плод редиска. Нет. В смысле? Именно что в смысле? Нет. Если так, то они у меня чистые. Нет. Всю дорогу грязную. Вот, например, этот плод редиска. Не важно, что она в деревне. Не растет. Вот это меня как-то меньше всего интересует. Да? Когда я ее выкапываю, очищаю от листочков, она начинает теоретически уметь принимать тумы. Но пока еще не умеет, потому что она сухая редиска. Я беру эту редиску и макаю ее, скажем, в соленую губу. На вкусах. И вот тут начинаются проблемы. Потому что у меня руки-то у меня неизвестно какие. На речку вода уже попала. И мои руки, если я обмакнул эти руки в эту воду, то эта туман перешла отсюда туда. А, то есть туман может переходить с водой. Это идея, да? Да, что в данном случае вода как бы переносчик этой самой тумы. Она не сама принимает туму, а заставляет принимать туму тот плод, которым ее обманут. Родник. Родник, как бы туман. Да. Это, собственно, в той же фиксированной и, короче, известная тема. Вот. Теперь. Теперь. Вот некие мудрецы говорят, что все, что погружается в жидкость, требует на тело отъеда им передать. Ну, это довольно логично. Да? Перед тем, как обмакнуть нечто в жидкость. Так, чтобы это нечто становилось приемником думы. Мы должны сами себя от этой думы очистить. Это как раз не требует от спорта. Амаров Павлов. Шмаминан. Ха и Хаса. Царих Лешку и Бахарус. Вот. Привет. Дэй, 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 дэй. Да, дэй, дэй. Вот значит. Ха и Хаса. Царих Лешку и Бахарус. Это не шум капа. Значит, из этого расследуют, что этот самый, эту самую Хасу, этот самый салат, вот этот горький салат, нужно погрузить в Харусат, имеется в виду целиком, не обмакнуть. Потому что, почему? Значит, будем считать, что Харусат как-то жидкость. Ну, это все рахайнян, здесь это так. Харусат это жидкость. Ну, допустим, мы хотим просто капельку, зачеркнуть капельку Харусат краешком Хаса. Руки-то у нас не оказываются в этом все. Мы держим с другой краешек Хаса. Обмакиваем Хара и с удовольствием закусываем. Никакой тумы никуда не перешло, потому что оно не умело. Жидкость с одной стороны, а наши грязные руки с другой. А теперь Рапапа говорит, из-за этого следует, раз мы делаем омоление рук перед обмакиванием Харусат, Харусат, Хаса в Харусат, значит, мы должны погрузить ее в Харусат. И тогда вам неизбежно, чтобы кончики наших пальцев каким образом на нее натрогали. Как только по локоть. Ну, по локоть там или как, но просто для того, чтобы достать уже обмокнуто, нам, ну, короче, не избежать. Нужно, чтобы руки были чистые. А почему? Почему это так? Мишун Капа. Что такое Капа? Капа – это очень интересный предмет. Некоторые, некоторые, Боскин, да, некоторые решенки читают, что это червяк. Что в Хасе водятся такие специальные червяки, они опасны для здоровья, и Харусат придуман именно за тем, чтобы убивать этих червяков, ребята. Ой-ой-ой, ух ты. Другие думают, что Капа – это растительный яд, который тоже находится во всяких горьких дрянях, и, опять же, Харусат придуман для того, чтобы проводить химическую реакцию с этим ядом и импровизовать его. Именно поэтому, говорит Рафа, нам приходится обмакивать, мы этого не делаем, сейчас там будет видно почему, нам приходится обмакивать целиком этот кусок Хасы, целиком Харусат. Иначе оно просто смертельно опасно. Я просто думал, что Харусат опасен для червяков, как и для людей. Нет, для людей на ООС, оно замечательно для людей. Для червяков или для яда. Мы не знаем пока. Мы не знаем и никогда не узнаем, скажем так. Потому что Раша говорит так, а Раш Бам по-другому, и я не знаю, кто из них прав. Червяков нормально, а для яд и для людей. Мы не имеем. Либо для яда, либо для яда. Нет, еще раз. Мы не знаем, что такое слово капа. Это капа может означать либо червяков, либо яд. И то, и другое убивается Харусат, по-другому. Ну не то, и другое, либо… Не понятно. Да. Да. Да и салкодата. Потому что если ты придон в голову. Вот, смотри, хлешкуешь, и не нужно его, а погружать в себя кок. Но тела ты, да, им ли маленький. Да? Зачем же мне тогда омовение руки? А зачем он это повторил? Ха-ло-нага! Нет, он не повторил ничего, это я повторил. Нет, здесь, зачем он это опять сказал, когда он только что до этого сказал? Это я только что до этого сказал. Нет, ну ты. Он, он написал. Еще раз, он говорит. Он написал Ма Шма Мина. Шма Мина. Что это? Хай-ха. И из этого следует. Хай-ха. Царик Лешку и Махароса. Мишум Капа. Да и салкодата хло царик Лешку. Нет, потом же именно он уже сказал. Из этого следует, что нужно окунать. А зачем он говорит фразу? А зачем же тогда делать? Он же уже… Он объясняет, как это следует из этого. Бака никак не следует. Нет, он повторяет то же самое. Нет, он совершенно не повторяет то же самое. Он говорит так. Еще раз. Некоторые мудрецы вынесли некоторые принципы. Принцип такой. Если ты хочешь обмахнуть что-нибудь вместе с руками, вот тут обмахь специально. Равклапа говорит. Это не в прессах. Это во всей мирной жизни тоже действует. Равклапа говорит. Равклапа говорит. Равклапа говорит. У нас есть практика. Омываются руки перед окунанием хасы в хорос. Из того, что из этой практики следует, что мы эту хасу должны в хорос погрузить целиком вместе с руками. Да, да. Потому что, говорит, да и салкодата. Потому что если бы тебе пришло в голову, что не нужно ее окунать целиком. Можно кончиком зачерпнуть. На телах едаем ламали. Зачем мне тогда не мыть руки? Хало на гад. Ведь он не трогает ее. Это еще одно повторение по пятому разу. Еще раз. Это я повторяю по пятому разу. Он говорил это только один раз. Нет. На телах едаем ламали. Он уже сказал. Хало на гад. Итак. Он не знает, почему не нужно было. Уже понятно в твоего объяснение. А это понятно из моего объяснения. Поверь мне. Сигнал в 12 часов выключает в 5 часов утра. Для тех, кто не слышал, повторяю. Ни шаги такие, как ты, понимают с первого раза. А может быть так следует сказать. Не нужно ничего окунать полностью, погружать. Из-за запаха? А, да. А сам этот то ли яд, то ли червь умирает от одного запаха. Хороший. Нежный какой-то. Майт, это может быть и яд. Не, можно сказать. Мы не просHarguard. Не съедствуем вместе с кулаком. Да. Да, он только маленький. Знаете, типа микроб. Мica. Нормальный. М bullying делать. Сейчас мне надо руки мыть. Да да. Ди мааа. Миша кули. На всякий случай. Если мы случайно и как умер. Так, а что тут аудитория расходится, я так понимаю, что недостаточно захватывающий, то что. Так, а Рахпапа сказал еще так, не следует оставлять марор бхаросы надолго, потому что… Надолго – это инеш. Инеш – это человек. Человек мишкой. Это просто оставляется, нет? Да, но имеется в виду, что надо на них продолжительное время, просто сунул за именем. Надо именно сунул за именем, не надо его так… Положил кто-то… Положил кто-то… Положил кто-то… Ну, например, да, да, например. Не вымачивает. Не вымачивает, потому что… А то… Из-за силы… Приправ… Харос, это… Убьется… Горечь. А нам-то горечь ценна. Да. Она же нам тематически нужна. Да. Убая нам… Там морок велика. Нам нужен горький вкус. А его нет. Адбарей… 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 Это я так понимаю, что он просил разрешения. Ну, раба наукла, я так понимаю, это то ли местный начальник… Ну, в смысле… Это самый… Равин, да, вот, верхних мест. Либо даже возможно… Еще более… Еще больше, мне кажется, верным, что это, возможно, член семьи Рэш-Галута. Это нормальный начальник. И теперь… Равхизда… Самый звук, человек не последний. Да, похоже, что именно так… Равхизда… Человек вообще не последний. Ему… Он вынужден у него просить разрешение на брошюд. Судя по всему этому, именно что начальник. И толковал так… А, или подождите… Или наоборот… Или я перепутал… Или он, наоборот, дал разрешение… А, нет, наоборот. Равхизда дал разрешение там раба наукле, чтобы он толковал… Он толковал так… Нотель ядав бати буль решен. Нотель ядав бати буль шинь. Тот, кто уже омыл руки перед первым обружением, обмайкером, должен омывать руки и перед вторым обмайкером. Угу. Так… А еще… Чего мы не делаем? Интересный вопрос. Почему мы не делаем? Интересный вопрос. Почему мы не делаем? А мы не делаем? А мы не делаем? Амрора бонам камидарапапа. Гаааа… Бэальма итма. Да и стал когда-то гааха итма. Ла малина пилат едаем. Троизимный? Да, вот вопрос. А почему? Все это говорится вообще. Да? Это общий принцип. Да, Альма. Потому что если бы это говорилось именно применительно к этому случаю, к случаю Песоха, Седар Песоха, Ваха, да? Здесь. Зачем нам два раза омывать руки? Хаа маша ла еда и ха дазимна, он же один раз их обмыл. Значит, я понимаю это так, что… Получается так, что у нас, у нашей обычный… Возьмем обычную трапезу, да? По каким-то причинам я хочу обмакивать туда несколько раз, там, чего-нибудь обмакивать туда. Да? Перед первым я сделаю на салат ядами, да. Но второй отстоит от этого, во-первых, достаточно далекое расстояние по… А во-вторых, я никогда заранее не знаю, буду я это делать или нет. У меня же нет цедра обычной трапезы. Да? Вот я обмакнул. Через еще двадцать минут мне захотелось еще раз эту редьку обмакнуть в еще раз соленую воду. Через полтора часа мне захотелось еще выпей петрушку кое-что не одно. Теперь, значит, когда я… Руки-то уже мытые. Руки-то уже мытые. Ну, из-за нее нет микробов, но… Хрена знает, за что я трогал, за что я трогал теми руками за это время. За одной трапезой? Ну да. Да мало ли что. Я даже не буду, как бы, навязчиво к тебе отрывать. Да, прописки я лучше. А в этом случае… Ты хочешь прописать? Так же так много, да? Если вас не знают, как-то лучше он писал. Это и тонкий вопрос. Они про это не очень любят распространяться. Короче, не важно. Мало ли что. Там же фишка еще про то… Я реально очень быстро о том ничего не успею. Вся эта нечистота, она же не на руках, она в голове. А мыть нужно руки. А мыть нужно руки. Вот такой вот парадокс. А зачем же они яйца красят? Я спрашиваю. Второй человек ангарский. Вот. Значит, еще раз. Моем руки. А держим это в голове. Чтобы больше, грубо говоря, не емте. Вот. Поэтому, значит… Имеется в виду, что когда человек не следит за тем, что происходит с руками, эти демоны, они демоны нечистоты, он как бы только ждет, пока ты мозгом отвлечаешься, четкими руками, куда ты влазишь. Ну да. Тут уже… Это же условная ситуация, не просто. Да, вообще не было никогда в жизни, да, в Торе, ничего про это не написано. А про Хедуши мне очень хорошо им иметь управлять. Хедуши, они все в голове находятся, да. Браток, как мудрец, объявляет брак длиной 25 лет не бывшим никогда. Только он имеет право, потому что он с самого начала этот брак придумал. Ну, концепцию брака. Да. И вся концепция брака даже не у меня в голове, а у него в голове. Вся концепция моего счастливого брака в голове вот у него. Мудреца, да, это так чуть-чуть, чуть-чуть. Открытым текстом идет, там, в трактатике «Бичу», в трактатике «Бичу», в трактатике «Бичу». Вообще, вообще, не знаю, беззастенчиво. То есть, они тут. Тут раввины нет. Но все это все равно в голове. Теперь. Говорят, а почему же Седор про Седор про это? Понятно, что с чем другое дело? Да, с самого начала, ведь иногда это списочек. Ты с самого начала знаешь, что здесь я был, тут я был. Это у тебя в голове уже есть. И поэтому этот ума третит между ними. И тогда непонятно, зачем ты второй раз обновляешься. Да. Это как бы и незачем. А мы, собственно, это и не делаем. Вот. А то, что омывают руки, это... Откуда ты знаешь, что то, что здесь написано, что омывание руки, это из-за тумы? Я ничего же. Я не понял. Я не понял вопроса сейчас. Но ведь закон это мы, закон это мы, для чего они нужны в первую очередь были для служения в храме, разве нет? Ты прочла мою заметку, которую я там месяц назад опубликовал? Нет, нет. Товарищ лайк, даже лайкнила. Нет. Точно не читала? Фейсбук, я даже ее наоборот вместо фейсбука. И ты ее лайкнила. Значит, ты ее лайкнила, не читая. Нет, нет. А ты прочти. Во-первых, я здесь лайкнула, то я читала, но я не помню этого. Ну как, я там же объясняю опять, что такое маркеры в мудрецовском понимании. Это для мудрецов. Тумай-та-ара – это очень важный для мудрецов, очень важный маркер. Я, по-моему, здесь опять же тоже объясняю. Очень важный маркер того, кто принадлежит к кругам мудрецов и им сочувствуешь. А кто левый ама-арац и идет лес. Вот кто хотя бы на уровне желания разобраться. Понимаешь, что это Тумай-та-ара? Это наш. А тот, кто на это забивает, это вот этот вот самый, который идет лес. И поэтому они придумывают все вот эти вещи, чтобы это не забыть? Они придумывают эти вещи для того, чтобы на них тренироваться. Я думаю. Ну, опять же, это мое частное мнение. Значит, еще раз. Тумай-та-яда – вообще придуманная вещь. Это конструкция. Это нет. А ее в Той нету. Даже на том мутанном уровне, на который в Той существует Тумай-та-ара, на Салат-Катай там все равно нет. Вот. Она была придумана мудрецами. Более-менее на ровном месте. Там, в некоторых ситуациях можно понять, откуда это берется. Ну, вот это был классический пример про священные книги. Да? Чтобы мыши не ели. Священные книги оскорняют руки. Почему? Чтобы в священной книге не ели мыши. Ну, там, в некоторых сложной войне. Что-то непонятно. Чтобы они вместе с Труной не хранились, вместе с Труной, там, где все священные предметы… Есть тенденция – все священные предметы хранить в одном месте. То есть, если у тебя есть свитер Терелин, ты вот сверешь в этот угол, где написано, собирая кодыш, и туда расставишь эту баночку с Труной. Да. Понятно, зачем охотиться в Крыльце, да? А теперь, когда ты понимаешь, что она затумляет руки, то ты ее, наоборот, положишь как можно, можно более отдельно от этой баночки с Труной. Понятно, да? Чтобы неслучайно одним движением не доткнулся до нее и до баночки. А тогда Труна уже никогда не годится. Я понятно сейчас объясняю? Нет, я не очень понятно объясняю. А если я буду объяснять понятно, и мы не успеем вообще ничего делать, да? Что, что? Как книга затумляет руки? В случае, как? Ты берешь в священную книгу, вот она тут же затумела тебе руки. Почему? Почему книга затумляет руки? Еще раз, это дико рубило, дико рубило между фрисеями и Судукемией, между Еленой и Машаманой, я даже сейчас не помню. Нет, оно между Судукемией и Еленой, да? Когда Еленой отсылают... Они тоже говорят, почему, блин? Почему священная книга мне оставляет руки? Как это может быть? Она говорит, а вот так. А что бы ее мыши не было? Вот. Это уровень дискуссии, понимаете? Вот так мы из этого самого пальца засасываем. Но этот палец сперва нужно омыть. Легче вы высадите в ней, в нормальном смысле, нужно сделать латкандайв. Это я. Вот сейчас я понятно говорю. А так бы никто и не подозревал, что это руки вообще умеются мыть. Вообще надо мыть. И все бы сдохли от чумы, как вся Европа в 13-м году. Они сгорели бы на костре. Пяти-видесят годами позже. На то, что выжили, да? Вот. Какими с плечами пульсами уходит история? Вот. Вот. Так я к чему? Что это все омовение рук, оно держится на вот это дыхание мудрецов, а больше ни на чем. Вот. Поэтому какие законы у нее, они их знают. И не надо мне камерных вопросов, не надо мне про яйцо. Да? В смысле, что... Вот. Вот так это работает. Оно нигде в правильной голове вообще не живет. Слушай, микробы какие? Микробы есть. Любой микроскопик может увидеть микробы. А то умом не умом нельзя увидеть микроскопик. Да ее можно придумать головой. Больше она никак вообще не работает. Ну, еще троидальная. Хорошо. Я готов допустить. Я готов допустить, что каким-то образом метафизическим, там даже физическим, та тума, которая прописана в писании, работает. Работает. И обязательно существует. Но та тума, которую придумали мудрецы, и они же не притворяются, потому что они ее не придумали. Если бы они их хотя бы притворялись, но та тума, которую придумали, мудрецы точно не существует нигде, прямо как в голове. Вот просто по определению нигде больше не существует. Да? Да. А мы что, на самом деле пытаемся подобраться мудрецам? А что же мы потом не делаем? Что ты делаешь? Подобраться мудрецам. Кто же быть в касте тех, кто понимает, что такой тума? Ну, что они делают? Да. Да. Мы вообще, мы даже повседневно жить не пытаемся. Мы даже... ум... Совершенно наоборот. Это сказано именно здесь. здесь, процедрпс, да и с алкодатах в альмае, в ламале третий более, потому что если речь про случаи вообще, про другие случаи, про случаи обычного трактора, где там два алкунами, да, практически не применим, что именно у нас есть эти два алкунами, именно в паскальном десаде. А значит, что обычно вообще нету? Вообще нету, или там один, или я не знаю, что. Если здесь, то зачем же мы моем их по второму разу, мы уже для нас вымыли. В смысле, что известно, что есть два, да, мы уже знаем? Мне кажется, что так это работает. По-моему, рекомендатор объясняет это так, и мне кажется, что действительно так работает. Что мы заранее омыв ее первый раз, мы заранее имели в виду, что у нас еще впереди еще один. И на этом случае, ну, как бы, омыв ее заоборот. Да непонятно, где это вообще работает, потому что в обычном тракторе у нас нет двух окунаний. А в пасхальной терапезе не изучим, а мой друг и второй раз. Амреи, киванды, баили, меймар, агатта, веалейла, дилма, асухы, асхилидаты, веалейла. Следует сказать так, коль скоро ему предстоит, предстоит рассказывать о году и предносить аллею, возможно, он отвлечется умом от чистоты руд. И, грубо говоря, дотронется на какую-нибудь нечистой хренью. То есть, что нужно? Вот! Ты же пришла. То есть, что нужно? То есть, что нужно? Да, два раза? Получается, что... Еще раз. С точки зрения того, кто сказал, что... Еще раз. Еще раз. Там же речь идет даже не об этом. Кто сказал, что нужно... Если ты уже один раз обмахнул, то скажи, что нужно омывать еще. Он про что это сказал? Он сказал правильный. Он сказал. Они говорят, ну, наверное, он сказал про обычную трапезу, потому что про паскальную. Зачем нам омывать второй раз? Ведь, дороги, в голове, весь этот порядок с самого начала его порядка. Он говорит, нет. В обычной трапезе у нас нету окунальность. Так что к обычной трапезе это просто не применимо. А применимо именно паскальной трапезе. Говорит, ну, стоп, ну, ребята, ну, почему же, зачем же? Он говорит, ну, у нас же это самое, расписание же. Он говорит, в расписании что написано? Там в середине мабит написано. Батюши мой бог. Мяалель и еще. Это много времени занимает довольно-таки. И это тяжело быть актуальным трудом. Голова, подчеркиваю, руки черт с ним. Голова будет занята совершенно другим. А у них халли до второго антимария? Имеется в виду... Конечно, он да. Имеется в виду первая часть аллеля, которая... Да. Мы это сейчас... А где здесь написано, что мысли? Где? Вот. Дим Асухи Аскали Даты. Даты это, по-проему, что... Да, а что Асухи еще раз... Возможно, он отвлечется... Конкретно отвлечется мыслями... И дотронется... Как вичелцы, да? Да, да. Да, как по слову Асухи. Или Асухи Датон, да. Это учительное выражение, которое означает мыслями. Значит... Слушаба им без сеха даты. Да? Мития. Акрам в мошет. А в Пасах это тоже пройти мимо, отвлечься. А это Атах? Да, ну да, да. Да, это можно так говорить. Еще раз. Слушаба им без сеха даты. Мития окрам в мошет. Вау. Хорошо. Так. Ну хорошо. Теперь мы перескакиваем немножко дальше. И мы как раз успеем про хоросых митцвар. На странице 496. Вот это вот субья Алик единственная, которая там. говорит. Афальпишем хоросых митцвар. Виилон митцвар. Мишумай майтелен. Он говорит. Ну хорошо. А если он не заповедь, то какого черта не его вообще делает? Ну приносим. Амар Раби Ами Мишумкапа. Амар Раби Ами Мишумкапа. Знаете, из-за этого яда или червей. Это по сути дела, ну такая химическая, научная химическая штучка. Вот. А вовсе не заповедь. Типа как прогонцовки. Типа как прогонцовки потереть. Да. Смотри. Погонцовка не вкусная, а хвост вкусный. Вот. Он говорит. Капа де хаса хам. Капа де хама карты. Капа де карты хамимы. Капа де кульгу хамимы. Ну на самом деле капа де кульгу, наверное. Переведите. Перевожу. Значит, от яда, который в хасе, который в горьком салате помогает редька. Хам? Хама, да. Хама де редька. А от капы, который в редьке помогает, ну это как его называется? Парей. Не парей, не парей. А от яда, который в парее помогает горячая ванна. И вообще от всякого яда в принципе помогает горячая вода. Вкуснее. Если сразу можно кипяточком. Нет. Это отдельно. Нет. Что кипяточком? Не надо хасу кипяточком. Ты ее запиваешь кипяточком. Нет, ты запиваешь кипяточком. Там все равно имеется ввиду, что если ты уже отравился как бы это и вот это и вот это и вот. А, потому что заесть или запить быстренько? Быстренько запить горячую воду. Ну или там редька заесть. А от членовского коллекона? Ну, знаете. Можно есть пить, половить по карею. И потом тогда ты забудешь, что это был цианистый калий. И он прекрасно совершенно не поделит. Потому что все же в голове. Это просто отдельная вставка, на самом деле. Это к хорошему участнику в отношении. Адгахи выгахи. Неймаахи. А, а пока не принесли вот это вот все к двояди, ну там на рейке. Надо так говорить. Капа-капа. Декерна лах. Улишев бонатах. Бонатых. Улитаманы колотах. Надо говорить так. Капа-капа, я тебя помню. Помню тебя и семь твоих сыновей, и восемь твоих невесток. Вау. Если ты скажешь, доказывает, что это червяк, то я... Сколько невесток? Восемь. Это такое черенание надо говорить? Да. Ну а что там? Капа-капа. 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 В рабе Лейвел говорит садок, умер. Митцвах. А это говорит, что это заповедь. Что есть такая заповедь. Майя митцва. А в чем собственность креста? Где эту заповедь, оттуда? Раби Левел умер. Раби Лейли говорит это в память о яблоне, о яблоке. В каком еще яблоке? Я не знаю. Кто знает? Ашка точно знает. Кабалы не было, а яблоко было. Не то яблоко, не которое там съело. Это я же ясно. Катапуах, БЦ, Аярна. Ишираширим. Это явно не Шираширим. Потому что известно, что Шираширим это единственный библейский текст, в котором нету Пшата. В Шираширим нету Пшата. Мы не будем всерьез воспринимать, что это любовно-эротическая поэция. У нас еще написание не может быть любовно-эротическая поэция. А вот и нет. Короче, у меня нет Пшата, а есть только смысл. А смысл там, один из мейнстримных, так сказать, только армии, стоит в том, что это поиск прежде всего как раз о развитии отношений между Богом и народом Израиля. В частности, большое место там занимает исход. Ну, можно подробно посмотреть, какое имя. Вот. Как раз наша же книжка, да? Пасхальная. Вот яблоко пришло оттуда. Ничего более внятного, как бы, не пришло. Но зато мы теперь знаем, из чего делали хороцы. Самый древний хороц, древний хороц, ходила яблоко в любом курице. То есть потому, что того яблока, которое Ширашев говорит об исходе яблока. Ну, вроде бы. Не сказано хей-хей. Пятая глава, пятая. Ну, а что там? Нас с собой было. Расскажи, что там. Буквально следующее. Хей-хей говоришь? МИ ЗОТО ЛАМИНА МИДБАР, МИТРАПЕКЕТ АЛЬДОДА, ТАХАТАТАПУА ХОРАТИХ, ШАМА ХИБЛАТХА ИМЕХА, ШАМА ХИБЛАЙОДАТХА. Что это такое? Под яблони пробудил я тебя. Вот это пробуждение это и есть. Она из пустыни пришла. Она из пустыни пришла. Под яблони пробудил я тебя. Яблони это и есть. Яблони это символ, так сказать... Это символ Лук. Прости, пожалуйста. Символ Лук. Подожди. Давай вот Кабалу сейчас не будем трогать. Я понял, про Лук это же правда. Но нет, это символ... Правильно, это символ божественного презрения в тяжелых обстоятельствах. В обстоятельствах Галу. Ну, в данном случае, про большинство, про большинство, про большинство. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Презрения. Презрения, да, разумеется. А Робьёк он говорит это в память о Глине. Теперь, значит, еще через два поколения приходит вавилонский модель и говорит... Из этого следует, что оно должно быть кисленьким и должно быть густым консистентом. Кисленькие память о яблоке, а... Как коблина. Как же свадьбу не было? Прости, пожалуйста. Ну, свадьбу не могу не было. Ну, легко это... Это такой... Это я так понимаю, что... Это вроде бы все-таки киск. Ну, такой яблок. Ну, ты из яблок его делаешь, да? С чего? Да. Вот. Ну, что ж тогда? Нет. Добавить финика можно. Мне кажется, нельзя добавлять финика. Но... Я думаю, что Абае говорит так. А что мы будем делать, если у нас не найдется яблок? Да. Ну, может же такое быть? Вавилоне сплошь и рядом. Он может их из чистого финика и делать. Значит, оно как-то искусственно кислит. Лимонной кислотой. Ну, что ты вроде этого. Уксус. Вот. Чего? Ну, давай, давай, дальше. Захерлетит. Таня кватей дробьёк. Тавлин – захерлетит. Харосат – захерлетит. Тавлин – это, я так понимаю, ну, тоже те составляющие. То есть, харосат, они, я так понимаю, у них был сложный составной харосат. То есть, у них как бы кроме яблока туда шла еще какая-то овощ или фрукт. Ну, или приправа какого-то? Да. Ну, почему Захерлетевин? А тавлин – это? Тавлин – это солома. Угу. Которые они разбавляли эти кирпичи, помните? А, то есть, это может быть какая-нибудь сухая… Вот, вот какая-нибудь сухая хрень. Вот именно, да. Да-да, вот она. Если яблоки делают не вареные, а сырые, то они сами эту талону изображают. Да, но, похоже, что тавлин они имеют в виду, что это добавка какая-то. А сам харосат, сама масса харосат как бы напоминает о глине, да? Амара Абелазар Бараби Цадок. Кахаю мрим Тегарей Харах. Харах. Шабирушалай. Значит, Тегарей Харах, по мнению комментаторов, это вот кто. Это оконные, приоконные торговцы, да? Это торговцы, когда… Ну, о чем мы изучали. Когда страшный аншлаг, а когда мы изучали. Да, но это даже не совсем так. Когда страшная аншлага, когда в городе очень много людей, потому что по правилам, собственно, то торговец не может выйти на улицу и начать… У него нет выбора, кроме как забиться как бы в свою тону и торговать прямо с окна. Это кто-то из… Это не Ири, по-моему, говорит так. То есть, это вот комментарий. Это Рэ Рах. Харах – это, кроме того, по-другому, кроме того, это именно торговцы приправы. От слова «толочь». Вот. Каха аумри. Боу ватлулахэм тавлиныны мицела. Идите, прикупите приправ для заповедей. Заповедь, понятно, имеется в виду Хароса. Так они говорили… Он доказывает… Так он доказывает, что его мнение про торговцы Хароса – это мицела верно. Значит, зачем бы они говорили? Да, зачем бы они говорили? Потому что… Вот такая вот у нас интересная история с Харосом. Вау. Вау. Ну, я тоже, кстати, этого не помню, пока не занялся тревогой на ТСЛ. Мне очень понравилось. Вот. Теперь, следующий… Усобой урок. Спасибо. Люди, следующий раз. У меня… Я дико извиняюсь за то, что я сейчас скажу, у меня возникли некоторые семейные обстоятельства. Скажите, а мы могли бы сделать это все раньше? Раньше утром? Раньше утром. Я, да. Если ты сможешь прикинуть, да. Я могу прийти, ты понимаешь, я могу прийти когда угодно. Я могу прийти, когда угодно. Да, да.